Функция y равно cos x. Ее свойства и график. Прежде чем построить график функции y равно cos x, вспомним формулу приведения, по которой cos аргумента x равен sin аргумента x плюс π на 2. Это значит, что функция y равно cos x и y равно sin x плюс π на 2 тождественно равны. Следовательно, их графики совпадают. Для построения графика функции y равно sin x плюс π на 2 нам понадобится вспомогательная система координат с началом в точке B с координатами минус π на 2, 0. Если в новой системе координат построить график функции y равно sin x, то получим график функции y равно sin x плюс π на 2, или же график функции y равно cos x, так как их графики совпадают. Поскольку график функции y равно cos x получается из графика синуса с помощью параллельного переноса на расстояние π на 2 в отрицательном направлении, то график этой функции тоже является синусоидой. Изображение графика функции y равно cos x дает наглядное представление о свойствах этой функции. Свойство первое. Область определения – множество всех действительных чисел, или d от f равно промежутку от минус бесконечности до плюс бесконечности. Свойство второе. Функция y равно cos x четная. На уроках в девятом классе мы изучили, что функция y равно f от x, где x принадлежит множеству x большое, называется четной, если для любого значения x из множества x большое выполняется равенство f от минус x равно f от x. Так как абсциссы у симметричных относительно оси абсцисс точек L и N равны, то косинус от минус t равен косинусу t. То есть y равно cos x четная функция, и график функции y равно cos x симметричен относительно оси ординат. Свойство третье. На отрезке от 0 до π функция убывает, возрастает на отрезке от π до 2π и так далее. Можно сделать общий вывод. Функция y равно cos x возрастает на отрезке от π плюс 2πk до 2π плюс 2πk, а убывает на отрезке от 2πk, где k принадлежит множеству целых чисел. Свойство четвертое. Функция ограничена сверху и снизу. Свойство пятое. Наименьшее значение функции равно минус единица и достигается в любой точке вида x равно π плюс 2πk. Наибольшее значение равно единица и достигается в любой точке вида x равно 2πk. Свойство шестое. Функция y равно cos x является непрерывной. Свойство седьмое. Множество значений функции отрезок от минус 1 до 1, или можно записать е от f равно промежутку от минус 1 до 1. Рассмотрим примеры. Пример первый. Решить уравнение. cos x равно 1 минус x в квадрате. Решение. Решим это уравнение графически. В одной системе координат построим два графика функций. y равно cos x и y равно 1 минус x квадрат. Графиком функции y равно 1 минус x квадрат является парабола, ветви которой направлены вниз, так как коэффициент при x в квадрате отрицателен. У построенных графиков только одна общая точка. Это точка b с координатами 0,1. Пример второй. Построить и прочитать график функции y равно f от x, где f от x равно sin x, если x меньше π на 2, и cos x, если π больше либо равно π на 2. Решение. Строить график будем по кусочкам. Сначала построим часть графика функции y равно sin x на открытом луче от минус бесконечности до π на 2. Затем в этой же системе координат на луче от π на 2 до плюс бесконечности построим часть графика функции y равно cos x. Получим график функции y равно f от x. Прочитаем график этой функции. Это значит, перечислим свойства функции. Первое. Область определения – множество всех действительных чисел, то есть d от f равно промежутку от минус бесконечности до плюс бесконечности. Второе. Функция не является ни четной, ни нечетной. Третье. Функция и снизу, и сверху ограничена. Четвертое. Наименьшее значение функции равно минус 1. Таких точек бесконечно много. Наибольшее значение функции равно 1. Таких точек тоже бесконечно много. Пятое. Функция имеет разрыв в точке x равно π на 2. Шестое. Множеством значений функции является отрезок от минус 1 до 1.